Здравствуйте, граждане и гражданочки. С вами Александр Тимошенко и портал HardMascals.ru YouTube канал HardMascals. Патрик Бет Дэвид берет интервью у Шона Рэя. Видеоряд и мой голос за кадром, который поясняет о чем они беседуют. Итак, Шон Рэй. Чед Николс отвечает как минимум за жизнь и здоровье пяти бодибилдеров. Рэй против Николса. Мы сейчас все находимся в ожидании Арнольд Классик США. Но мы не только живем этим событием, и весь мир бодибилдинга тоже живет не только этим событием. Последняя живая тема – продолжение спора между Шоном Рэем и Чедом Николсом. Шон – легендарный культурист, который был одним из величайших кандидатов на титул мистера Олимпия. Он попадал в топ-5 в течение 12 лет подряд, чего никогда не было в истории с другими культуристами. Дважды второй, трижды третий, четыре раза четвертый и трижды пятый. За свою карьеру он победил всем, с кем соревновался, кроме Дориана Ятса и Ли Хейни. Кто такой Чед Николс? Чед Николс – самый успешный тренер с точки зрения количества первых мест на Олимпии. Восемь первых мест занимает Ронни Коэмон. Четыре места у Ким Чижевски, жене Чеда. Два из первых восьми мест также добавляет сюда Ленда Мюррей. Чед, однако, работал и с другими людьми, занимающимися бодибилдингом. Если мы рассматриваем вторые места и другие места, то получаем совершенно фантастическое, невероятное количество спортсменов, которых он тренировал и приводил к какому-то результату. Среди других его клиентов были первый объявленный клиент Нассер Альсанбатти, Пол Дилет – это второй, Том Принц, Крис Кормье, Денис Джеймс, Плекс Уиллер. Он работал с Денисом Вольфом в 2008 и 2009 годах. У него огромное количество спортсменов в любительском НПС. Он никогда не работал с Катлером, но в его текстах часто проскальзывало, что он его консультировал. Он обучал Джошуа Ленартовича и работал с Далласом Маккайрером. Мы об этом все знаем. Правда, если быть честным, то по количеству побед его обогнал таких Ханни Рамбот, который помог выиграть спортсменам Олимпию 19 раз. Тут я, конечно, могу ошибаться. Спор продолжительностью более 20 лет. Шон и Чед – два десятилетия разборок между великими личностями бодибилдинга. Буквально холодная и горячая война, а социальные сети сделали это известным почти всем, кто интересуется бодибилдингом. Но никогда прежде Шон Рэй не нападал на Чеда так сильно, как в этом интервью, публично и конкретно. На этот раз он назвал случай, когда он считает, что Чед несет прямую ответственность за проблему со здоровьем или, что еще хуже, за жизнь культуристов. Но вся драма, конечно, не заканчивается этим разговором. На канале, который сейчас вам представлен, они уже брали интервью у Чеда Николсова. И теперь стало ясно, становится ясно, что Чед обязательно прокомментирует все слова Шона Рэя в этом интервью. Выдержки из интервью. Шон начинает интервью у Чеда так. В 1996 году я выступил на Олимпии. Мы соприкоснулись после соревнований, пошли на ужин, и он спросил меня, нужна ли мне помощь в подготовке. Шон ответил, я занял второе место на Олимпии после Дориан Ятса. Мне не нужна помощь. Мы даже не знаем друг друга, и я могу подготовиться. Так было всегда. И это был, вероятно, тот момент, когда мы начали биться друг с другом. Я прямо отказался от любой помощи от него. Затем он сказал несколько лет спустя, что он мог бы мне помочь выиграть Олимпию, но это чепуха. Конечно, это было только начало, после которого Шон напрягся в интервью и сказал, например, у Чеда кровь на руках во многих случаях. В 2001 году он отправил Ронни перед Олимпией в ванну, полную льда. Чед не врач, и именно он играл со здоровьем Ронни, что Ронни теперь, правда, отрицает. Чед ответственен как минимум за пять бодибилдеров. Донг Янглок, Нассер Альсанбатти, Даллас Маккарвер и несколько других, которых больше нет среди нас. И он помогал им в качестве тренера. Они мертвы, они в земле, и он не был ни на одних похоронах. Донг Лонг без почек, его тренировал Чед Николс. У Флекс Уиллера нет почек, его тренировал Чед Николс. У Тома Принца нет почки, его тренировал Чед Николс. И это только те случаи, о которых мы знаем. Что говорят о человеке, который работал с этими культуристами? Я, Кевин Леврон, Милош Сарцев держались от него подальше. И это вероятно потому, точнее, мы еще живы до сих пор потому, что держались от него далеко, и у нас поэтому все хорошо. Каждый, кто находился под ним, в его тренировочном лагере, под его опекой, в конечном итоге, поимел какие-то последствия. Пол Дилет был умен и вовремя оставил его. Вы спросите меня, как такое могло случиться? У всех у нас есть целый список таких отличных спортсменов, которые попадали в такие страшные разные ситуации. В 2001 году, это говорит Шон Рейн, на моей последней Олимпии Ронни собирались отправить в отделение отложной скорой помощи. К счастью, все обошлось. Его бросили перед этим, правда, в ванну полную льда. Кого нужно бросать в ванну со льдом за день до соревнований по бодибилдингу? Кто же должен был выпить галлон воды, потому что он чувствует, что должен умереть? И Чет сидел там с ним. Он руководил всем этим. Я бы никогда никому не дал такого контроля над своей жизнью, если это, тем более, не дипломированный врач. Причина, по которой я до сих пор говорю об этом, просто потому, что Чет оставил после себя так много мертвых культуристов. Он продолжает работать, заниматься в бодибилдинге, тренировать людей. Кроме того, он не мой друг. Если бы он пошел на одну, хоть на одни похороны, я бы хоть немного уважал его, но он никуда не пошел. Я не признаю ни одну его по факту положительную практику. Все мы видим, что у него много преданных сторонников, но мы все видим, что все всегда заканчивается одним и тем же. Когда он начал работать с Далласом Маккарвером, я сказал, что Далласу осталось жить 6 месяцев. Через 8 месяцев он был мертв. У меня есть причина злиться. Я не провидец. Я не Настардамус. Но у меня есть чувство опасности, если передо мной находится Чет Николс. Этот парень опасен. Я знал об этом еще в 90-х годах. Шон объясняет ситуацию с Далласом Маккарвером очень просто. Даллас проигнорировал предупреждения не только Шона, но и других. Он принимал слишком много разных вещей и слишком быстро рос. Слишком быстро рос для того, чтобы жить. Будем ждать следующего интервью с Патриком Бетт Дэвидом, но уже с Четом Николсом. Я Александр Тимошенко. Портал HardMaskles.ru YouTube-канал HardMaskles. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии к этому видео. Всегда на связи. Всегда для вас. Александр Тимошенко. Играйте. Сейчас. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok